А Богдан свалил. Ну что, встретились тут с пацанами в Миннесота, Миннеаполис. Заказали. Джека что-то скромненько. Баффал Винкс. Я тоже скромненько. На ночь нельзя кушать. После шестня. Чуть-чуть. Ну тут вообще скромненько. В общем, будем ужинать. Толик видит ракун на дереве сидит. Говорит, привяжи собаку, я сейчас ракуна завалю. Говорит, в смысле привяжи собаку? На фото пришли чуваки. Ты боишься, на медведя. А Толян говорит, я говорю, он что, боится или что? Та не, я боюсь, чтобы он за пулей не побежал. Сандалит этого руку на пес у меня в ногах кусался. Я говорю, Толян, что за фигня? Та не, он просто в туалет ходил. Идем мы, пускай Толик эту собаку. Говорит, все, пускай, будет гавка. Сидим, чаш. Идем, мы на ток, шарашим этого пса. Его нету, понимаешь? А ночь. Мы слышим, что там что-то где-то, что-то у нас уже такая смена. Пошли к реке. Ну что, думаем, если будет медведь, не будем уплывать, да? И потом слышим. Ву-у-у-у-у-у. Толик все, пацаны медведь. Давай, давай, снова. Минут 15 в одну сторону чешем, снова нету. Мы снова норд-норд. Он шарашит только ноль. Мы снова к реке и снова просидели. Просидели, Толик говорит, ладно, идем к машине. И подходим к машине, такой запах Этот урод нашел сканка Сканк его обосрал Это обсал А мы в Миннесоте нельзя Собаку держать и на бед Без скейтера Ты не можешь его привязать Нас не было чем привязать А мы у Руслана взяли бреню трачок И мы как бараны Четверо хорошо шалетом На улицу морды свои А пес сидит обосраный Запах нереальный У меня потом в неделю Стойкий в море сидел Толян нахуй Толян Борю один раз Так а что вы потом его в этом купали Варбый томатный сок Это нормально, да? Ничего не поможет Да, пил с домом Все, отмыл, но пил с домом А я Толяну потом после охоты Говорю, давай покормим собаку Он худой, с домом Толян говорит, не, я через неделю снова на охоту Затрутится кишка Я тебе говорю, это, Толян один раз с Борей одного Алик у него есть Боря, пошли на охоту Говорит, найди собаку Боря говорит, все, пес у меня есть на медведя Супер Обычно нормальные люди берут на медведя Хотя бы пять собак Потому что медведь и собак Медведь боится из-за количества Но псов много голосов И что делает собака? Собака должна загнать медведя где-то в болото В воде К реке, а медведь не может назад Когда псы его держат Приходит охотник Сзади собак Валит медведь Алик Боря говорит, найди псов, хорошие Пришли с одним псом Пес был умный, но недоумный Пес гонит медведя на охотников Естественно, они убегают А Боря, наверное, такой, как я Раза четыре точно Второй Ну, Руслан и Толик со страху На дерево быстро залетели А Боря встал, сзади такой фики Отстрелился, отстрелился, пса застрелился Медведя нету Медведь посмотрел, ведь больные Отстрелил меня Свалил от меня Собаку выстрелили Да, с Толяным интересно Я максер оставил Мы с Толиком пошли на охоту Толик говорит, пацаны Смотри, лисица Давно хотел, давно хотел в лесу Я говорю Толик оставь Оно тебе надо, ты не видно он стреляет хорошо это не оставит ночью оставь и ариталян зачем и вали красиво где-то в этой области подходим а только шаг пишет а это так вниз держал знаешь и так кунял он дергает и получается на курорт но все равно а еще они поехали с русланом тоже на охоту руслан за рулем а то ли тут сидит тоже слева за этот подвинься и так смотрит они видят что он приспустил стекло он скоп смотри на этом не рассыпалась война я была просто дырка что-то пленка пленка все равно судьба не я всем говорю только кто потерял смысл жизни уже не видит а что тут на медведя ходит есть его или нет они имеют значения дам летом были поэтому маленького пса берет я на камчатке видел гризли то есть маленьком автобусе и думаю сейчас если эта мамаша зажлится это консервную банку раскроет у меня была встреча с медведем короче когда данный режим этот телефон да это имел пришел жили жил я когда в денвере работали на плитке в горах где-то 5 часов дендоров глубоко в горах не был севик и рядом с тем городком где мы работали был это кемп там где эти приезжали студенты работали прямые с итальянцами там футбол играли бассейне плавали он прикольно было после работы ходили отдыхали возвращаемся где-то в два утра и нам едем по гравике нам дорогу перепрыгают буквально его чуть не сбиваю медведь и получается я по тормозам мало в 60 шли знаешь по тормозам насунет а он испугался звука и начал бежать от нас я понял что короче он испугался я врубаю 4 с пробукционами и за медведем это 2 литра со всей дури разбегается и прыгает с обрыва на дерево прям его там такой полет был раз закарабкался сидит на макушке мы сидим четвером я еще а черный медведь я затягу ручник в этом вторую третью шлифую знаешь а это орёт короче сидит на этом не смотрит и орёт а мы пришел прикол такой медведя напугали короче приехали мы в тот дом где мы ночевали надо как стройка была мы там прямо спали в эту же ночь короче где-то часов 5 утра мужик орел пришла мамаша а мужик спал венни и берет вот так вот лапами венни 5 этот просто не открывает да тут морда медведь тут начал так орать короче ну мы нам свистели орали ушла получать ну там много еще недельку поработали и закончили объект и как-то короче вернулись забрать вещи мы все забрали вещи я выезжаю 1 на там три машины было и короче мамаша пришла унюхала мою машину и такая прям спадам страву ходит на две лапы стала и стоит и смотрит я сижу и побледнел я не знаю что делать назад не куда ехать вперед там стоит перед тобою понюхала понюхала на вернули рамы птицу и лагеря да ну блин что такое севик она реально сделала концертную банку китайцы что такое короче понюхала и ушла но я испугался при ломстить за сыночка ли это там у нее дочка пацаны кто-то показывали мне по новостям про что по новой силе взял первое место почему не знаю вот это почему рупал даршал а на кашу вас со всех машин ничего себе это который класса их него а вот и сама может быть но пацанчик мне прислал то что помнишь я не казал мои фейлы к себе волю красиво сделала ничего себе вольво серьезно не она выиграла выиграл лексус севи садь все просто их обожала а это что рэкс или лэкс 570 и самым большой ну-ка дай дерьмо не нравится этот нормально а вот этот битвина рэкс и другой дьявол дьявол сколько же это платье стоит в этот сумасшедший красивый а волю вот есть фотка полностью машины смотрится он сильный не знаю вольво говорят что посмотри сколько ты на дорогах видишь ты видишь их на дороге сока не только вы вообще вольво машина не чё-то старые есть но я думаю но и новая красивая вообще говорю вольво не знаю не знаю и вообще редкая машина очень редко машина очень мало собирали китайцы собирали в мексике да у них было пару моделей которая реально была топа палате или сэйфти плавно палате вот и сэйфти у них безопасность у них на высоком уровне это как сказать то что у них было раздули до сегодняшнего дня самая лучшая сэйфти машина я не верю но это раньше да там было там у них двигателя под машину ходил там куча подушек сейчас возьми хоть одного фреймщика кто будет скажет да да я без проблем беру все никто не хочет эти рейнджроверы трогать ты металл там мы просто чувак один хорошо если там такой металл почему она через год начинает ржаветь пацан взял два рейнджровера по сто двадцать тысяч себе и жене через год он сдал дилеру взял самый навороченный с телевизорами с интернетом со всем и говорит он все жарит на своем apple убери эту ерунду сбоку сделай полную фотографию ты все полетел нажми на кнопку еще слушай реально чисто аудио скопировали аудио ки-7 давай макс гладенькой гладенькой ну чё друзья вот мы катаемся по миннесоте решили прокатиться немножко по льду снимаем перископ те кто наблюдает за перископом передавайте себе привет пацаны перископе вот вы потом увидите себя на ю тубе вот вот мы заехали на лед уже находимся на льду я первый раз жизни на машине на льду никогда раньше то вот тут дорог целая куча машин а пятачки у тебя крутит машина тихо только ты не перевернись лёха чтобы этот в общем вот вам лексус вам хлам пацаны вот смотрите он не может даже пятак крутануть так ладно все я привета больше не снимаю снимаю просто лед вот смотрите что я снимаю видите видите на перископе как я снимаю видео потом его видеть капец где моя бэха надо мне сюда на боевые приехать только ты быстро не едешь я пойду нельзя быстрее о наконец-таки хоть пол полкруга сделали она нас не будто работа ну вот эти рыбаки акценте в это рай поехали там где их нету чтобы нет прикольно вообще но больше на банах газ пол говорит она полноприводна сразу срывается пацаны быстро не едь для по льду нельзя ехать быстро кто тебе сказал ну потому что люди рыбачи на сих или террасе лекарствами гонки устраивают на льду это но там за но видишь ты прям возле домика выхни крутишься да рыбаки не в шоке они вообще там в этом в панике наши погибли как как у тони давид камаз капец лёха не едь там мокро все лёха поехали отсюда мне страшно будет прикольно он будет еще ехать по этой ерунде сейчас нас отсюда выгонят пацаны куда ты несешься так лёха шумит и говорят что здесь правил нет нормально тормозит вообще машины еще не плохо там вот туда надо ехать то там крутится уже там нет рыбаков не там от плохо почему только смотри перевыезде аккуратно можно провалиться все о мы на суше ура мы на суше но дай выйду поцелуй землю я не знаю я не смотрел в экран куда его экран у меня тут сердце в пятках итак приехали на озеро еще раз сейчас будем кататься тихо сломать я будем кататься вот этом срандулете снимаю на камеру куда без шлема поехал я тут одевался полчаса он взял и уехал я сюда вот такой вот что это за бренд лёха артикат артикат ты подожди дай давиду проехать ну-ка давай мне шлем сейчас подожди еще некоторые вещи покажу ему ребят потом сделаем обзор на него давай чё тебе снимай на обе камеры ребят на обе камеры я ребят плохо снимаю но попробуй заснять нормально а чё без шлема нельзя легче г? нет не а возьми там другие два шлема есть сори дэв маленький дэв я извиняюсь дэв там побольше есть шлем внутри просто давид у нас немножко не удался этим нет это мой шлем дает просто немножко этим не удался как его мы покупаешься помощь для в этом да и они все маленькие флит файм в этом покупали мы с тобой когда я помню что кататься с тобой на этих и очки эти щас дам если очки с собой да видите давид знал куда ехал камеру не забывай от этого масштабу сняли с ним да потом на youtube снимешь лёша я я лёша шавырин да я здесь ребята все просто немножко не потерялся извиняюсь да да спасибо за машина лежать и пожать да и удачи пожелали все потом и не поминайте лихо я сам ребят и на youtube снимаю и на это снимать для вас ладно если что-то не так я извиняюсь мне кажется он просто он просто ребят просто потерялся я не успел за ним даже бежать понимаете поэтому я даже этого делать и не буду он очень быстро уехал 600 кубов и он и примерно идет соточку миль 160 километров в час валит на нем очень быстрая машина он пытается дрифтануть но не может потому что у него у него этот он не может дрифтовать по этому по снегу за шипов все газе он просто ушел ничего сейчас мы что сделаем еще сядем на машину будем за ним ездить сейчас я стану я уйду от дороги в том станом если будут его заснимать ребята я не могу мне нужно идти назад я на проезжей чаще стою нельзя стоять вот все все он не может дрифтануть потому что у него стоят эти местные шипы поэтому он не может его захватить на трассе понимаете он копает но не может дрифтануть а вот он больной а он валит просто не подержит он валит просто не подержит он чем делают снимать или что не то пока выключит именно красава а камер съеми камер какой Ну че, мужики? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На кучку На кучку, именно на кучку Субтитры делал DimaTorzok Пацаны, кончился бензин Второй раз за сегодня уже Мы чуть-чуть залили, но там бак у него дырявый Поэтому он его купил на ремонт взял Вернее купил его Продали, потому что ремонтировать надо Пацаны не хотели делать, продали ему по дешевке Вот, он гоняет все четко Но бензин сел уже под конец У меня просто Проскакивал бензин И он не на одном цилиндре потихонечку Фух, там снег конкретно Я весь как этот Как на лыжах Оделся Идти тяжело В общем бросили его там, потом Леха бензин нальет, поедет Так что такие дела накатались, вдоволь Вот, пойдем дальше Смотреть или как там В общем Смотрите, он завел этого трака А, и не показывал трак В общем перевернутый трак мужик делает Он какой-то немножко это Стремненький мужичок, боится Что его снимают Не хочет, чтобы снимали Поэтому не буду снимать Вот Накатались вдоволь Пойдем дальше Ощущать все прелести Штат Миннесота Штат Миннесота Так что Давайте дальше